Пассажиры великие для Франции, пока еще до настоящего европейского признания расти и расти, да? Очень любопытно посмотреть за этой игрой, в которой Манчестер и Найта для победы нужно выиграть. За победу международный клуб чемпионов победитель получает три очка в случае ничьей. Вы, наверное, уже знаете, в основное время сразу же серия пенальти, и в ней эти три очка раскладываются между двумя соперниками. Кассическую пропорцию победителя два, проигравшим одно. И вот сегодня ИМЮ будет достаточно любой победы, неважно, в основное время после матча и перестрелки, и Манчестер становится тогда чемпионом. Второй год к ряду, опережая всех десертных участников этого турнира. Ну и Давид Дехея в родах ИМЮ. Давайте уже о составах. Люкшоу третий, Фил Джон четвертый, Дели Блин семнадцатый, Матео Дармиан, новичок Манчестера. Еще недавно защитник Торино. Все это нам дает в полном объеме возможность понять, что мы смотрим, где это все проходит, и в какой уровень нокаут. Представил стартовый состав, и сейчас это делает диктор-информатор, и, конечно, болельщиков Манчестера здесь на трибунах больше. И дело не в том, гражданами какой страны является собственник клуба, а в том, что ИМЮ, конечно, один из самых популярных клубов Европы, Англии, ну и мира в частности. И если мы посмотрим на трибуны, то увидим, как много людей в красных футболках там пришли поддержать свою команду. Не назвал я только еще одного человека. Луи Ван Галл, главный тренер МЮ. Его противостояние, его взгляд на происходящее. ПСЖ в привычной темно-синей форме. Меньше 180. Щупленький игрок французской гоноческой сборной. Вот первая взрослая межсезонья. Передача, Ибрагимович. Рядом со штангой. Швед, конечно, хорош. Тоже сколько говорили о том, что он уйдет. В частности, в Милан. Была ли это игра Гента? Был ли это что-то еще? Но Ибрагимович остался. И как визитная карточка. Ну и как абсолютно системообразующий игрок. Причем по системе надо понимать не только тактические построения, но и роль личности на поле. Редкий эпизод с участием этого защитника. И хорошая передача вперед на мульте идеи. Падемия проталкивает мяч мимо двух. Защитников у вратаря и 1-0. ПСЖ вышел вперед, поймав соперника на контратаке. То, что могло быть чуть раньше, когда шла вот эта передача из глубины поля на Матана, на Бавасаге, на Руни, на Депае. Сейчас получилось у парижан. И, конечно же, король Златан. Его чудо-пас. Ну и имутили. Можно сказать. А нет, простите. Я оценил в самом начале момент в режиме лайф. Думал, что Ибрагимович отдал. Отдыл-то Лукас Мура. Ошибся ли вратарь в этом эпизоде? Не знаю. Всегда говорят, когда борется нападающий соперник со своим защитником. И это далеко от ворот. И надо выходить. Это настолько на тоненькую подобные советы. Может быть, такая завалированная тренерская хитрость. А почему нет, да? Проиграют объективно, скажут новички. Ох, какой момент! И Максово вторая голевая передача. Великолепный у парижан в этом матче. И второй гол из центра поля. Да, центр штрафной. Вопросы о взаимодействии Фила Джонса и Дели Блинда. 2-0 на 34-й минуте. А до парижания. Лукас. Но Ибрагимович. Тут налево. Максово. Аккуратно дошел. Дермиан почему-то очень плотно играл в этом эпизоде. К центральному защитнику шел на помощь. Оголил фланг. И очень легко Ибрагимович выскочил. В своей фирменной манере. На коротке. Ну и Дахея. Дахея, на мой взгляд, слишком близко к линии. Варонт играл. Не знаю, насколько это. Кучная оценка. Депай. И ищет все чаще и чаще Депай Руни. На поле, потому что Руни ищет Депая. Возьми игру на себя. Пробей, может быть, что-то и было. С его-то ударом. А так нет. Отправляется команда в раздевалке. Стадион аплодирует. Ну, аплодирует задумчиво. И вот свет задыхает. Мы видим других футболистов. 2-0. В решающем матче Международного куба чемпионов. И ведет пассажир. Они на честь. Кункунянцам для победы. Для защиты титулов, которые они завоевали в прошлом году, требуются победить. И неважно, с каким счетом. Неважно, когда. В основное время или в серии. После матча в финалте. В то время, как в ПСЖ для успеха. Ну, корона. Здесь, на этом премьере. Необходимо приждать с разницей более чем в два мяча. И то, что казалось на первых минутах этого матча. И перед ним совершенно несбыточной утопией. Сейчас, к началу второго тайма, начинает приобретать все более реалистичные черты. ПСЖ ведет. Ведет 2-0. И несмотря на то, что ИМЮ играл действительно здорово. Первые минут 15. Ведет заслуженность. Выходит на поле Майкл Каррик. И что-то прикладывает правому глазу. Но сэра Алекса Фергюсена в ИМЮ уже нет. Хотя Луи Ван Галл, я думаю, в призматичности и в импульсивности. Придел к шотландскому тренированию услуг. Это, может быть, там в перерыве что-то произдевалки на Кунианцев или Тава. Хотя не Каррик. Наверное, главный критик у Суадриса заслуживает. Есть разные вопросы. Каррику в том числе. Но вот к этому человеку, равно как к нему партнеру по атаке, Манчессу Депаеву, наверное, вопросов меньше всего. Лейн Руни был движущей силой Манчестера. В первом тайме. И был одним из немногих футболистов, которые первую 45-минутку провели. Так что критику Суадрис, наверное, заслужили в меньшей степени. А второй тайм у ПСЖ начинается замена. Причем замена двойной. Я вижу Кавани под девятым номером. И, если не ошибаюсь, там рядом пышно-волосый Альян Радио. Камера сейчас покажет точнее. Вполне возможно вместо Агустена и Истамбули, если это действительно те двое. Появляется Маркиниес под пятым номером. Вот он. Крупным планом появляется Давид Луис. Истамбули пока на поле. И действительно, вот то, что поначалу, наверное, не выглядело стопроцентным планом, возможно, для Лорана Блана, в перерыве начинает обретать все более конкретные черты. И те замены, которые были сделаны, мне кажется, были сделаны в том числе и под победу здесь, на этом турнире, тоже. Андреас Перейра, МИЮ под 44-м номером, вышел на левый край атаки. Шнайдерлин, по-моему, тоже появился. Вот он, да, 28-й. В общем, замена и в одном и другом клубе разберемся. Достаточно быстро сейчас давайте составы назовем те, в которых команда начинала встречу. И вперед Элегант Анна Ибрагимовича! Не хватило ему рывка. Очень много внимания было на мяче сосредоточено, чтобы его обработать, как следует на газон положить. И быстрые ноги Дармиана догнали этот момент. Сэн Джонсон опять крупным планом. Может быть, курьезно обработал мяч, но получилось эффектно. И сейчас на паузе двоих посадил на газон. Руни! Депай! Нужен даже не гол, на мой взгляд, Манчестер сейчас, а просто один удачный момент, когда действительно бы получилось. И, может быть, даже если бы и не забила команду, но он все равно бы дух захватил от того, как она сыграла в оттеке. Часто высказывают недовольство, когда количество замен нерегламентировано. Говорят, что эту игру рушит, но это сомнительно. Жан-Кристоф Бейбек мог сейчас забить на первой же минуте своего пребывания на поле в точно такой же манере, как Мути-Иде. И! И! И не попадает в ворота из просто превосходной позиции. Юсу Сомали подключился правый защитник от атаки, смотрите, откуда рывок его начался. И передача от своего Карик, когда увидел, он даже пирует, как у собственной оси, сделал голевая передача, по сути, была. Ну вот и все. Финальный свисток Парис Сан-Жермен, победитель Международного Кубка Чемпионов 2015 года. Первый крупный трофей международный в карьере тренерской Лорана Блана, бывшего игрока Манчестера Юнайтед, который пошел. Тут достаточно приветливо обменялся рукопожателем из тренерской скамейки соперника. Ну и вот Глатан Ибрагимович. Улыбка триумфатора, которого покупал ПСЖ, в том числе и для этого, чтобы сделать команду с характером чемпиона. И это мы видим, происходит. Спасибо всем, кто смотрел в прямом эфире этот матч. Для вас его работал Олег Закон. Всего доброго. Продолжение следует...